всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и это у нас вторая часть видео о том как я вяжу свою тельняшку лючье в первом видео мы с вами рассчитали какое количество петель необходимо набрать для горловины распределили петли на спицы сделали расчеты для вывязывания ростка и углубления выреза горловины я вам показала как делаются прибавки и остановились на том что мы вяжем погон делая прибавки в каждом ряду смотрите в данный момент у меня провязан погон размером 9 сантиметров я остановилась на такой длине погона я сделала примерку посмотрела как выглядит вот это детально мне и мне все понравилось у кого-то этот погон будет 7 сантиметров или 8 может быть больше смотрите сами также оцениваете линию горловины хорошо ли она у вас лежит придется ли ее потом подтягивать это тоже учитывайте то есть если вы подтяните горловину у вас вот этот вот погончик точно также приподнимется вот вот это все учитываем то есть мы с вами вязали делая прибавки в каждом ряду и теперь мы начнем прибавки делать вот здесь вот внутри погона для того чтобы у нас начал формироваться рукав и теперь давайте немножко сосчитаем смотрите я остановилась вывязывать погон в тот момент когда у меня на спицах 129 петель спереди 129 петель на спинке и по 3 петли в погоне то есть я так и продолжала вязать до по 3 петли в погоне и остановилась вот в этом месте тогда когда вы померите свой погон и решите что надо остановиться вам просто надо будет сосчитать вот эти петельки так дальше считаем рукав рукав для того чтобы сделать расчеты вам нужно измерить руку в районе бицепса у меня это 30 сантиметров я умножаю на плотность вязания 2,6 петли и получаю 78 петель то есть если вы хотите чтобы ваш рукав был в обтяжку берите ту ширину которую вы намерили если вы хотите чтоб рукав был посвободней сделайте прибавку на свободу облегания и так у меня рукав должен быть в самом широком месте 78 петель смотрите 3 петли у нас уже есть в погоне и когда мы будем отделять рукава от тушки нужно будет сделать подрез я планирую свой подрез сделать 10 петель то есть 10 петель у нас подрез 3 петли у нас погон то есть вот эти петли мы должны из общего количества вычесть и того у меня остается то есть это мы минусуем 65 петель то есть получается что мне сейчас надо прибавить 65 петель но так как у нас прибавки делаются с двух сторон значит они должны быть симметричными но сделаем 66 петель и это будет 33 прибавки все запомнили эти цифры дальше мы считаем тушку я хочу получить свое изделие в окружности 130 сантиметров то есть я хочу такой хороший оверсайз и я эти сантиметры умножаю на плотность вязание получается 338 петель это у нас петли которые будут образовывать нашу тушку по кругу помним что мы говорили про подрезы то есть двух сторон нам нужно будет сделать подрезы когда мы будем отделять рукава значит подрезы у нас будут 10 петель подрезы с двух сторон минус 10 и минус 10 до то есть 20 петель я отсюда должна убрать и в итоге остается 318 петель то есть 318 петель нам нужны будут когда мы будем расходиться на рукава и тушку но это у нас и перед и спинка значит мы делим это количество пополам и получаем 159 петель да то есть вот на это количество мы должны выйти по переду и по спинке сейчас в данный момент уже есть 129 петель то есть из 159 мы убираем 129 и остается 30 то есть 30 петель нужно будет прибавить со стороны спинки и переда когда мы будем вывязывать рукав точно также прибавки мы делаем с двух сторон значит всего будет 15 прибавок теперь мы должны определиться с линией проймы то есть это вот вот у нас наше изделие вот лодочка воротник здесь у нас вывязывается погон и вот тут вот от погона пойдет уже рукав стать так и вот это вот место от погона до низа то есть вот это место нам необходимо узнать ну то есть прикладывайте сантиметр примерно берите вот эту высоту я возьму 23 сантиметра 23 сантиметра мне нужно умножить на плотность вязания у меня она 3,6 и получается 82 ряда то есть вот за эти 82 ряда я должна сделать все прибавки для того чтобы выйти на необходимую мне ширину рукава и выйти вот этими прибавками на необходимую ширину тушки теперь смотрим по рукаву мне нужно сделать 33 прибавки по тушке 15 прибавок вот 82 ряда делим на 33 получается 248 по моему то есть смотрите в самом начале вот здесь вот вот в этом месте прибавки делаем в каждом втором ряду потому что ведь у нас в каждом втором ряду не получится у нас здесь больше число то есть сначала мы начнем делать прибавки в каждом втором ряду потом будем делать прибавки в каждом третьем ряду и И вот здесь, вот в самом конце, когда уже будем заканчивать, вывязывать рукав, да, здесь снова будем делать прибавки в каждом втором ряду. Вот таким образом надо распределить прибавки. Это уже можете нарисовать себе таблицу, расписать где, в каком месте. В общем, вам нужно сделать 33 прибавки за вот эти 82 ряда. И по тушке точно так же, 82 ряда делим на 15, получается 5. То есть в каждом пятом ряду, вот здесь, вот со стороны тушки, точно так же я буду делать свои прибавки. У меня прибавки будут выглядеть вот так. Сейчас я пойду свяжу вот эти прибавки, и когда уже придет время расходиться на рукава и тушку, я покажу вам, что у меня получилось. Как и обещала, снимаю вам рукав, вот все, что я провязала по расчетам, да, то, что мы с вами посчитали. И пришло время мне разделять вязание на тушку и рукава, вот в этот момент я вам показываю это вязание. То есть, посмотрите, как все у меня выглядит. Вот так вот здесь будет плечо. И здесь не вывязывается круглая головка рукава, это такой фасон. Вот так выглядит эта модель. Хочу лишь напомнить, когда мы с вами вязали реглан погон, мы делали прибавки с обеих сторон погона в каждом ряду. Здесь дальше уже прибавки делаются по расчету. И для того, чтобы получился вот именно такой окат рукава, я делала прибавки и по спинке, и по полочке, и в самом рукаве. То есть, у меня здесь идет вот такая вот линия. Сначала у меня делались прибавки чаще, потом реже, и в самом конце снова прибавки идут более частые. То есть, вы можете это увидеть. То есть, у нас здесь не совсем прямая линия. После того, как я сделала расчет, я занесла все свои данные вот в такую табличку. Я такую табличку даю в проектной тетради в своем курсе «Как полюбить реглан». То есть, если вы проходили мой курс, вы знаете, где эту табличку взять. Если нет, то я вас приглашаю на свой курс. Любой реглан будет вам доступен и понятен после прохождения курса. Согласитесь, это у нас тоже реглан. Просто здесь линия реглана вывязывается сначала по прямой, параллельно идет. Потом уже мы переходим на прибавки, чтобы получить более вертикальную линию. А по сути-то это тот же самый реглан, который вяжется сверху вниз. Просто здесь линия реглана вот такая. А суть расчетов, которая лежит в основе классического реглана, можно переделать под любую модель. Так что приходите на курс, ссылочка вас ждет внизу. В этой табличке можно распределить прибавки по рукаву и по тушке. Видите, здесь два столбика. Это у меня идут ряды, в которых я буду делать прибавки. Считаю я ряды счетчиком. И смотрю, какой ряд у меня в данный момент на счетчике. Здесь я смотрю свои прибавки. Надо мне делать прибавку или нет. Не пытайтесь заполнить количество точек и перерисовать их себе. Это мой черновой вариант, мой рабочий вариант. Тут я на ходу решала, где мне делать прибавки, где нет. То есть тут много есть зачеркнутых точек. Считайте сами, рисуйте себе такую табличку. Либо берите из проектной тетради и распределяйте все свои прибавки. Уверена, у вас все получится. Следующим этапом я буду отделять рукава от тушки. Вывязывать подрезы. И давайте уже об этом мы с вами поговорим в следующей части мастер-класса. Я не хочу затягивать и делать слишком длинные видео. Так что увидимся в следующей части мастер-класса. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok